В эфире новости в студии Александр Белов. Здравствуйте. Сегодня выпуски смотрите. Так называемое дело 26 февраля. Услышали ли фигуранты свой вердикт? Очередной обыск в Крыму. Как вести себя, если к вам ворвались силовики? Рекомендации адвокатов. Плакат Сенцова на Киев Прайд. На марше равенства требовали освободить крымчанина. Прямо сейчас проходит встреча украинского и российского омбудсменов. Переговоры Людмила Денисова и Татьяна Москалькова проводят в закрытом режиме. Планируется, что омбудсмены обсудят дорожную карту посещения осужденных россиян в Украине и украинских политзаключенных в России. Несколькими часами ранее украинского омбудсмена не допустили к Роману Сущенко. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека должна была посетить его в Лефортовской тюрьме. По ее словам, у нее было разрешение суда на визит к украинскому журналисту. Но руководитель следственного изолятора заявил, что необходимо разрешение российской федеральной службы исполнения наказаний. Если есть договор в суд, если мы все формальности сделали таким образом, как предоставлено российским законодательством, мы не знаем, к чему они сейчас будут прикрепляться, чтобы не дать нам, возможно, встретиться. За пять проведенных в России дней украинского омбудсмена не допустили ни к одному украинскому политзаключенному. Она попыталась встретиться с Олегом Сенцовым, Николаем Корпяком и Романом Сущенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что недопуск украинского омбудсмена не означает срыв договоренностей, достигнутых между президентами Украины и России. Россия может пойти на обмен с заложниками во время чемпионата по футболу. Об этом в эфире Пятого канала заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он читает, что такой жест Кремль может совершить, дабы улучшить свой имидж на международной арене. В мире стартовала бессрочная акция по поддержке украинских политзаключенных. Каждый день активисты в Украине и разных городах мира планируют выходить под посольство России. Запустили бессрочную акцию в Киеве на выходных. Первый митинг в субботу собрал около сотни участников. Но уже на следующий день на пикет вышли шесть человек. Подробнее об акции Анастасия Исаенкова. Руслан Гуцул – крымчанин. Он знаком с Сенцовым лично. Последний раз они общались по телефону в марте 2014 года. Тогда Олег пригласил его присоединиться к акции против российской аннексии Крыма. Но на тот момент Руслан уже покинул полуостров. Теперь он систематично выходит в Киеве на акции в поддержку Сенцова. Воскресный митинг немногочисленный. Вместе с Русланом у российского посольства шесть человек. Их требование освободить украинских политзаключенных и бойкотировать чемпионат мира по футболу в России. Эти все темы связаны. Это такой симбиоз. Их не можно разделять, потому что это все одна большая тема глобальной и световой агрессии. Одной страны против других. В руках активистов плакаты с именами узников Кремля. Активистов хоть и немного, их акция безсрочная. Стартовала она в субботу. В первый день людей вышло около сотни. Мы должны их поддерживать. Мы должны добиться того, чтобы их освободили. Слава Украине! Слава! Очень хочется, чтобы люди понимали, что сейчас и где война, что проливается каждый день кровь. И я считаю, что сообщественными усилиями нам нужно доступиться к разных странам. В руках участников, помимо плакатов, кровавые красные постеры с эмблемой чемпионата и футбольные мячи. Как говорит брат узника Кремля Евгения Панова, таким образом они хотят показать, что футбольное событие в России проходит на костях реальных жертв кремлевской репрессивной машины. Свет должен знать и должен понимать, что эта святая события происходит в стране, которая каждый день убивает украинских военных на сходе, которая каждый день катает украинских политвязей. Уже традиционно работники посольства акцию проигнорировали. В качестве напоминания, сами участники оставили красные мячи у стен амбассады. А на заборе развесили листовки с информацией о всех политзаключенных. Акция в поддержку политузников бессрочная. Активисты обещают каждый день собираться у стен российского посольства и призывают людей по всему миру поддержать инициативу и пикетировать посольство Федерации. Анастасия Исаенкова, Полина Орлова, Андрей Хрусталев, Николай Чеботарев. Новости ЮАКры. Освободить Сенцова требовали на Киевпрайде. Несколько участников марша «Равенство» принесли с собой плакаты с фото крымчанина и требованием освободить Олега и всех политузников Кремля. Рядом с радужными флагами в руках держали транспаранты с надписями «Фри Сенцов». Ми підтримуємо, намагаємося останні чотири роки Олега Сенцова, Олександра Кольченка і міру можливостей інших українських вязнів Кремля. Ми вважаємо, що це як місце, знову-таки, вільних і солідарних людей, правильне місце, куди принести плакат про те, що нам зараз усім волить. Сьогодні 35-й день голодування Олега Сенцова. Ми покидаємося щодня сподіваннями на добрі новини, але з очікуванням поганих. Ми намагали не прийти сюди. По інформации нацполиції, всього на марш равенства вышло около 3,5 тысяч участників. Столько же було і правоохранителей, які отвечали за безпасність. Говорят, грубих нарушений на Київ-Прайде не було. Накануне марша случилось нескільки стычок між противниками ЛГБТ-сообщества і правоохранителями. В результаті були задержані около 60 митингующих, їх всіх відпустили в течіні дня. Очередной обыск на оккупированному полуострові. В старому Криму российські силовіки вломились в дом Юнуса Сейтумерова. Нікаких документів і причин візіта оккупанты не під'явили. Після осмотра силовіки увезли дочь Юнуса, Низіфа Сейтумерову. Сам Юнус приїхав спроводити її. Нікаких протоколів і яких-либо сапуствуючих документів відсотрудники правоохранительних органів не оставляли, не представлялись. Вели незаконну фотофіксацию людей, які прийшли підтримувати цю сем'ю. Ё забрали по причині якобы у нього в телефоне нашли какую-то переписку с супругом, который на данный момент знаходиться на території України. Этот обіск один із многих проходящих в Крыму. Почти каждую неделю в дому крымчан врываются російські силовіки. Все так называеміе «слідственні действи» проходять с нарушеннями. Людей увозять в отделення оккупанської полиції без каких-либо законних оснований. Рекомендації адвокатів о том, як вести себя во время обісків, смотрите далі. Це Мумене Салиєва. Її дом з обісками врывались трижди. В результаті последнього мужа Мумене Сейрана Салиєва задержали. Уже полгода його удерживають в СИЗО. Ороженая до зубов артиллерія к нам ворвалась в январе 2017-го года. І безусловно, перша мусора, коли ти видиш, що ці маски шоу з оружіем в руках, з собакою, яка просто врывається в тебе в дом, перше переживання це було за дітей. Таких, як Салиєвы, семей, в чі дому без какой-либо причини врывались російські соловіки в оккупанному Крыму, десятки. Адвокат Емель Курбіддинов уже несколько лет защищає активистів, в чьих домах проходили обуски. Перше, що рекомендує, якщо к вам вломились неизвестні люди, – проверити їх документи. В-первых, вони должны проверити удостоверення і записати тих, хто к ним прийшов. В-вторых, вони должны громко і вслух читати те постановления суда, які їм від'являють. Це поможуть їм запомнити, що там написано, і поможуть, може, тих, хто там, родственники знаходяться ряд, запомнити на слух, що все-таки їм від'являють і на основі чого проводиться обіск. В-третьих, взяти ручку і бумагу і записувати все, що там відбувається. Також Курбідинов советують ни в коем случае не спротивляться во время обыска. Ведя, це може только ухудшить ситуацію. Це проходить як спецоперація, взламуються двери, б'ють на пол, валять просто. І тут бессмысленно спротивляться, тому що це буде тільки їм на руку. Потім, після того, як пройдет обіск, снимаються там побои, пишуться жалоби, заявления. Глава крымської правозащитної групи Ольга Скрипник просить тих, хто знаходиться в зоне риска, сохранити в телефоне контакти крымських адвокатів. Якщо до вас прийшли з обшуками або з якимись, начебто, слідчими діями, намагайтеся одразу про це повідомити. Найпростіше напишіть в Фейсбук. Нехай це потім не підтверджується, все буде добре. Але цей пост в Фейсбуці або в якоїсь соціальної мережі допоможе, щоб правозахисники, адвокати, друзі це побачили. По-друге, якщо стигаєте, обов'язково телефонуйте друзям. Председатель Меджлиса крымсько-татарського народа Рифат Чубаров убежден, що активісти в Криму всегда знаходяться в зоні риска. Ісоветують їм завжди бути готовими к візиту оккупантов. Не треба вдома нічого такого тримати, що може бути використано проти тебе, іншого. Ніколи не треба йти на якийсь компроміс, що пропонується з боку Фейсб. І так, кожному крымському активісту треба запомнить несколько правил. Сохраните телефон адвоката. Якщо к вам прийшли силовики, сообщіть об цьому любим возможним способом. Требуйте, дабы обувь происходил в присутстві адвоката і независимих понятых. Обязательно проверяйте удостоверение силовиков і по можливості записывайте все происходящее. Ні в коим случае не підписывайте протокол, якщо ви с ним не ознакомлені, ніби не согласні. Оксана Гуцел, Андрей Хрусталєв, Новости, ЮА Крым. Окупационний суд третий раз перенес оглашение приговора фигурантам так называемого дела 26 февраля. Заседание перенесли на завтра. Судебные тяжби по этому делу дляться уже три года. Пятерых крымських татар обвиняют в участиї массових беспорядков за то, что 26 февраля они вышли к Верховной Раде Крыма в поддержку территориальной целостности Украины. Уже не актуально, но рассмотрено. Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляцию о трехмесячной давности. В ней адвокаты подали жалобу на арест фигурантов так называемого второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Срок обжалованного ареста истек еще 6 июня. И пока так называемый Верховный суд затягивал рассмотрение жалобы, крымчанам уже заново продлили срок содержания под стражей до 9 августа. То есть фактически неважно, засилил бы суд это решение, либо признал бы его незаконным, какие-то права бы, ребята, на данном случае не восстановились. То есть, что в принципе лишний раз подтверждает формальность апелляционной инстанции в Республике Крым. Подделал документы, дабы махнуть в оккупированный Крым. Мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова объявили в розыск. Связи с ним нет уже месяц. По словам адвокатов, Аксенов исчез накануне суда, где ему должны были избрать меру пресечения. 16 мая прокуратура огласила мером подозрения в подделке документов для незаконного посещения Крыма, а также злоупотребления служебным положением и растрате госимущества. Нардеп Дмитрий Лувенец утверждал, что чиновник сбежал в Германию. Официально Аксенов в отпуске с 21 мая. Золотой хэт-трик Андрея Говарова. Севастопольский пловец стал первым на всех этапах европейских соревнований серии «Марен Острум» в Монте-Карло. Выступает севастополец под украинским флагом. Он показал лучший результат на дистанции 50 метров баттерфляя. А в финале Андрей установил новый рекорд соревнований – 22,53 секунды. Вознаграждение – 7 тысяч евро. Андрей Говаров – лидер сборной Украины по плаванию, чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Отвечу севастополец до этого также завоевал золото на соревнованиях во французском «Кане-Ан-Русион» и «Барселоне». На эту минуту это все новости. В студии был Александр Белов. Следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на «Юэй Крым» в фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова